так все стоп стар сделал заходим старик так все стоп 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чё-то не видно их здесь, либо они начали, либо я хз Субтитры сделал DimaTorzok Так, Аверса будем потом стримить Думаю, он должен нормально там идти Чё-то Linux молчит и вообще Zazu не видно по ходу дела Его нет А вот и Linux, а ты Аверса Аверса Так, короче, и в игру главное ушёл в какого-то... Сейчас, погодите... Кстати, надо переименовать Прошёл NW, это отлично Ну что, ждём Zazu Н Richardson Я думаю, что temptуль И наши рейт Pro Чё-то лет И это отлично Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну вроде отвечает этот Зазу, короче... Значит, дождемся мы его, возможно, и... Постримим в том Аверс, а застримим первый тур тут, конечно... Ну, игроки не самые сильные, мягко говоря, будут участвовать, вот... Так что ждем... Не знаю, может быть он так и не придет, конечно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опа! Пришел Зазу, отлично! Кстати, помню, у него раньше припекала пердачел... И помню, как еще с ним бился в первый Старкрафт, он зергом играл там тоже... Бывало... Бывало... Продолжение следует... 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 Так, и РИП сюда заходит. Который SL, TVPL. Ну все, поехали. По телефону разговаривал тот, кто выиграл вообще. Так, и реля, таки реля. Продолжение следует... Так, это был один Зазу против Аверса. Бьется у Зазу, что тут у нас? В хату ставит он Зазу, походу. Какой у него ОПМ? У него ОПМ небольшой. Чуть Сяверс там 450 жмет. Куда он там жмет-то так? Крен АСяверс там жмет. РСМ готов! Давайте чуть посмотрим, на то как он разжмет сюда! А играет Аверс, судя по всему... Да, он Газбарак играет в Рипера, в ЦЦ, хоп фактушку. Так, пошел Орбитал сейчас. Газ на мой не заказывает у Аверса Зазу. Рипера точку сбору доставит. Газ не сильно Аверсой напрягать будет. Рипером вперед полетит? Да, похоже, полетит вперед. Здесь Газ достроился. Имеет ли смысл его рабочим пилить? Даже не знаю, если честно. Можно и попилить. Но он долго пилить будет. Можно на второй базе Газбарак в перспективе заказать просто. Это у нас Рипер прилетает. Сейчас рабочего можно пиу-пиу пострелять. По нему неплохо. А здесь уже второй приходит. Опа! Дрон Аверс сразу же прилетел, подрежал. Начало хорошее. Вот не надо было давать вкусительенькую, чтобы зарегенился еще Рипер. Вот это идеально было бы так сконтролить, конечно. И посмотрите, что делает Зазу. Он Роуч Ворона на мэне ставит. Дронов подстраивает. Ну, Рипером две собаки и дронов убил. Это хорошее начало, что и говорить. Лава под Старпорт здесь делается. Газ второй строится на второй уже базе вообще. Людышка, а челы с чатика попадают на утельки сюда возвращаются? Челы из нашего чатика? Так-то и на Ватсейсе даже играют. И Блай, и Артур там, и много кто. Жаль, что Аверс с Хеллрейзером, с Касом не доехали. Яндек поддержал ваш канал на 300 рублей. Спасибо, Яндек. За 300 рублей. Аверс приезжает, а тут Роуч поперли, видят. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Вспомните, Роуч поддержку. Сегодня цель заработать. Пятихатку хотя бы у меня есть. Потому что ровная цифра будет всего. Опа. Олег Андалик на премиум подписались. А озвучка была? Что-то нихрена не было, по-моему. Олег Андаликс впервые подписался на премиум. Так, почти уже пятихатка есть. Ну, ладно. Разберемся, ребят. Аверс заезжает. Контрорыв геликами делает пока. Пока к Аверсу пришли Роучи, ребят. Роучи, кстати, здесь напрягают сильно. Армори нет, поэтому гелики не могут колбатами стать. И помочь действительно сильно в обороне. Ну, Аверс проатаковал, зато геликами здесь. А там, между прочим, Лэр делается. Что это получается у нас? Нитуш любую. Похоже, что да. Циклон и гелион еще строятся. Роучи выпиливают эпохи. Циклон, АЧК, возьми с собой, Аверс. Не, ну, по идее, как бы Аверс к Нидусу готов здесь вообще легко. Изи готов к Нидусу. Ну, будет ли вообще здесь Нидус? Прям газ даже, видишь, прям под газ можно. Запилить этот Нидус. Ну, тут вообще ни Нидуса, ни шпиля ничего не делается. Короче, не понимаю. Почаще ФП включать. Да я ФП стараюсь включать. Просто. Включаешь ФП, ну, что, ФП не включаешь. ФП. Говоришь, что почаще включаю ФП. Так, Инвиза у Банши нет, зато их две штуки прилетают. Здесь две королевы, ну, не выпилить. Так, если с энергии, которой больше пилить, сейчас как-то так. Конечно, здесь Бу-1, это стадия самая ранняя еще. С одной четвертой только Бу-3 начинается на Гуфу СК. Лэйр есть, седьмая. Есть Лэйр, ни Шпиль, ни Гидра, Дэн, ни Нидус. Ничего не делается вообще здесь. Здесь минус армали еще фактау Аверс. И третья с цеха. Парабам в Ровень идут. Вообще, по лимиту Аверс Плюсе. А Мэйн тут Банша опять в пользу. Здесь тоже две королевы. Не демоджет, главное, сильно. Аверс свои Банше, это правильно. Третью Хату даже еще эту Зерк что-то не ставят. Сейчас только третий он начал строить. У Аверса плюс один и плюс две фактурки добавляются. Добавляет и Викинг, чтобы разбить. Третья Банша имеется сейчас в наличии. Почему бы инвест не сделать, раз три штуки Аверс строит. Чендлинг только пришел. Здорово, ребята. Что это было за самолет? Аверс Депопус случайно свою проатаковал. Чендлинга убивая. Ну, заметил, по крайней мере, гада. Все, Банши вычинил. Три Банши есть, и их не надо отдавать просто, и все. Строится Тор, есть одна Туретка, даже две Туретки в минеральной линии есть. Треть ЦСК полетит. Здесь рабочих перебор уже на 11 штук больше, чем надо на минеральной линии. Ну как, можно и 24 в принципе здесь держать. Но 28 это уже точно перебор. Можно вот в такой ситуации я бы сплетил бы между базами. Но мейн-то все, кстати, кончается. То есть мейн раньше кончится. Рабочих надо переводить лишних, что Аверс и делает. И здесь нормально так уже. 13 КСМ вот просто переводится сразу на третью. Банши прилетает. Безинвизные Банши. Здесь мутка прилетела. Мутка Банши убивает. Ну королеву успел последним ударом забрать. Еще один чизик такой. Притаился на второй базе. Смотрит, как минералы добываются. Четвертая ЦСК уже в Аверсе. Сейчас плюс один доделается с этим. Тур есть, Туретка есть. Тур муталис ему дает немножечко. Охлаждает их пыл вообще. 1-1. Рейнджовая игра ДУ ЗАЗ. 51,63. Полимит? Не, ну тут Аверс доминирует по экономике. В принципе, по всем параметрам. Так, Тур плюс. Мне казалось, Тур всех добивал, короче. Ну вот, ну нифига он не всех добивал. В это время Харас на мэне идет. Депо, ладно, подзреет. Конечно, сразу, ну это вообще ни о чем. Криво, дэмэдж. Аверс плюс, плюс 2, правда, не заказано. Гелик не заехал, ничего особо не сделал. Церковь щеплимитов плюс выйдет. Воу, только сейчас плюс. Выходит роучи строят много. Аверса по 4 мула. Просто фью, полетели. Плюс 2 факты. Позиционирование факторей хорошее. Проезжает все хорошо. Да похи добавляют. Смотри, штуки. Вторая атака заказана. Ну и есть Тор с Вигингом, который муку гоняет. Ну и зазу роучи реважерами пушить собрался. Ну я не знаю, что тут выйдет из этого всего дела. Аверса опять геликами вперед поехал. База атакована. Видит роучи. Синее пламя еще не готово. Ну то летает. Танки пытаются нахарасить. Один танк минус, кстати. Силмагу при этом, в чем зазу не контролишь. Самое интересное. Здесь у нас либератор. А тут гелики прямо на вторую. Через вторую, на третью клонит. Ой, в каком стеке дроны? Посмотрите, какой залп. Вообще жесть. А-а-а. Ну зазу да ёлку. Что у вчера я уже вернул. Ну 30 рабочих осталось. А как эти-то сюда заезжали? Вот эти не заезжают дроны. Ну нет, заехали вроде. Просто краешком. Ножкой заступил либератор. Говорит, не надо. Ну он не просто говорит. У него нет предупредительных выстрелов в воздух. Он с пушки по воровьям просто. Сразу же лепит. 55 на 147. У Аверса плюс 2 сейчас доделается. Грейт уже. Будет дальше броня или плюс 3, я не знаю. То есть плюс 3 лучше, но броня быстрее намного сделается. Четвертая цеха уже готова. Ну такой плотненький микс тут ходит. Зазу вперед, погнал. Смотрите, погнал, зазу вперед. Файер спускается в пину. Вон там пошелся. Танки сиджатся, вообще непонятно как-то. Сверху надо идти, просто убивать здесь все. На мэне торт с двумя циклонами есть. Файербулы падают. Жестко по Викингу, по Либератору попадают. Ну через атаку мимикридов это привычка просто через атаку посылать, поэтому я тоже через атаку обычно убиваю. То есть в райскридном, да, можно убивать. Я знаю, но я узнал тоже как бы из чатика это на самом деле, но давно уже. Отбивает Аверс вот этот ручей реводжера пуш. Потери, кстати, у него тоже у Аверса немалые, но он по экономике в плюсе вообще полман. У него все прекрасно. И третья атака пошла. Аверс. Да. Ну а тут Аверс просто фарширует все Мулы полетели Хочет Зазу взорвать что ли Он пуканчик Кажется у него получилось Да-да-да Это точно получилось Хорош Сейчас посмотрим что далее у нас тут будет Так Томикус против Слова Да что они сыграли еще что ли Только они играют Нереальное количество времени Ваня просто Ваня начал играть интересно Да Ваня играет В игре я до Атомикус еще Урок я уже показывал давно Там красок Гdzie Бег Г — Г — Ааа Гн — Г — Г — Г ár Г Х Г — Гг Г — Г smells Продолжение следует... Так. Продолжение следует... Ну, ждем Аверса против Томикуса, потому что остальные все тоже играют. А вот Ваня, кстати, заиграл, по-моему, да? Ваню можно посмотреть, было бы. Но у него тоже не будет оппонента. Ну, кстати, у него уже 1-4 следующая стадия получается. Так, у Аверса сейчас Томикус. А потом Эндлис или Альфов 1-4. Короче, еще и Ваня с Аверса может встретиться даже в полуфинале. На самом деле, сетка вполне себе вообще, что-то хорошее. Сверху авокадо, френд, крузер. Арт еще такой, гмл-чик. Пингвин идет там. Ну, пингвин с артом, и он его может выбить. Так, сейчас, ребят, быстренько позвоню. Так, сейчас, ребят, быстренько позвоню. Так, сейчас, ребят. Так, сейчас, ребят, быстренько позвоню. Так, Ваня тут с Радзуном бьет. Биться собирается, кстати говоря. И это уже Бо-3, походу, дело. Разум, кстати, хину убил. Бо-3, походу, дело. Продолжение следует... 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 Ну, что? Ну, скины молодцы были, додумались рано или поздно. Ну, поздно додумались, точнее, они их везти, но лучше сейчас, чем никогда. Посмотрим, сколько это будет оправдано. Ну, как я и говорил, нужно, чтобы уникальные какие-нибудь скины тоже были. Ну, короче, как в доте формирующих было много, чтобы они были какие-нибудь редкие, там, т.д. и т.д. Короче, интерес подогревать к ним. Ну, я думаю, что это будет коррект, но они тоже Ну, это будет коррект. Ну, это будет коррект. Ну, это будет коррект. Ну что же Радзуна через Адептика Опенинг Твайлайт на мине пошел Ване 4 линга Опа А тут то Беллинг Бенчик смотрите идет Явный от Вани Пытается Адептик поймать Поймал да надо нафиг туда бежать Слей Беллингов здесь да и все Здесь Гейт Вань забегает Видит что надо наверх заходить сейчас Заходит наверх на ХГ Пора заморфить Бейнов И просто пробить в лоб здесь оппонентцев Вот этот пилон с Адептом убить И убить его короче Ванил может я смотрю как макро Так и агрессивно сыграть Так собачка пробегает Здесь 3 Адепта всего У Протса Так Мазеркором сейчас обнаружат Беллинг Баст Раздун Вот пошла атака Так уходят Адепты внутрь Нужно пилон сгрызать иначе печаль будет Да пилон падает Стенку раздун не успевает закрыть Адепты уничтожаются Беллинги новые строят Собаки бегут сюда да Бегут новые собаки Причем Беллинга то было в рабочих взрывать Я чуть не понял вообще Пробивается пилон Пробки пробиваются Второй тоже нужно убить Чтоб ни варп не доделся Ни у вертяжа нового не выстрелить Было никак Ну Ваня ну что ты творишь Ну ёпаса Ну собаки правда новые забегают И это важный момент Здесь стенку чуть не закрывает У нас Протс Так пилоны новенькие пошли 2-0 Ваня Ну двух пробок при всем желании Не отстроишь Пилон падает С оверчажем Пилон падает И второй ГГ пишет разум Изи просто Ваня в полуфинале Надо аверса ждать Так отчет на мауэрс Кстати Ну что же Сейчас аверса посмотрим Если аверс победит Эндлеса Я уверен что аверс Варит здесь То То Аверс Ваней Будет по ходу дела Биться А Ваня сегодня Карту инновейшн Анжел Ежепрочем Есть чем гордиться СНГ Старкрафту СНГ Старкрафту Третья Что Каз гоуф В СК не играл Вообще Мог бы взять Тоже его Нинтересно Мне Вот он Сеть Только заходит Продолжение следует... 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 так мин тут нашел лендлесс еще раз одну убил, делается плюс 5 бараков и призму, что-то он как против зерга играть, типа против меха это тоже будет эффективно есть опция, есть на мейтинг емко погодите, еще оверс по всем пробкам настрелял, убил всего 2 да, всего 2 убил, его дает тор нормально тут с флешем выдает всем сколько это он, 48 демэджа нанес? ничего себе нормально так ну бонус что ли по воздуху да, количество атак 4, 12 демэджа, кэш 48 дает так, у араху есть родная бронь тоже нет, кстати ну сейчас могут, кстати, адептация вообще жестко прокатить что адептов будет нереальная пачка аверс сканет а гейты-то он не видит все короче, в второй базе здесь делаются эмотлы четвертый никс пошел но эндлес, я бы сказал, так такую хорошую игру показывает пока что развивается неплохо правда, еще боя не было никакого но развитие неплохое ревелейшн то есть армию контролят у аверса нет туреток по периметру вот это основная ошибка аверса сейчас зато у аверса есть викинг здесь и айпо только похвалил эндлеса вот что значит надо хвалить надо хвалить, чтобы завозили наши адептам нормально там прилетает с этим синим-то пламенем, да? ТСМ-то может отбивать геликами которых адептам по идее разваливать должна здесь отбиваться легко достаточно а рабочих на мейну вернуть некоторое количество хотя бы плюс два делается тут архивы темпларов роботикс ну такая макро игра намечается так просто такого просто вот не сбреешь придется повоевать придется бой хотя бы один дать хотя он может быть таким, чтобы тирановская армия там пару залпов сделает и просто развалится, конечно, в кламм но удается мне, что так просто здесь все не будет для Аверса интересно, что за грейд он дальше будет делать почему бы не добавить вторую армию на этой стадии, я не знаю хотя и две атаки для меха уже игрой бы неплохие, я бы сказал то есть он уже больно дамажит, как минимум так, здесь гелиги едят сейчас как феникс одного поднимают надо прикрыть гелечку торов надо хотя бы пару, наверное с двумя атаками они вообще плотно будут наваливать кстати, ничего себе, по два дэмэджа по легким прибавляется, я даже не знал 14, то есть был 12-го, 14 а это 2 умножить на 4 атаки это 8 дэмэджа по легким за грейд прибавляется тору, ничего себе а вы говорите так, плюс еще 6 гейтов 14 гейтов уже а база 4, займите золото там пятую, я не знаю 4 база, 14 гейтов вот, либератор полетел еще и немножечко экономику подкарнал, я бы сказал эндлесон тоже с карером смотрю аверской-то выход собрался делать, что ли да не, ну ладно, мне кажется выход это делать холбатов трансформируют сейчас то есть просто были гелионы с 90 хп сколько их? 13 штук а сейчас 135 13 умножьте на 35 на 45 просто и получите получите плюс сколько хп эта армия получила благодаря этой информации идет аверс вперед залпа хорошая танчиков очень много на, вон под камни сюда прийти и все, база вторая будет да вот сюда заходим стиджем здесь камни пробиваем и вторая база минус зачем идти вот зачем вот так вот делать? зачем через центр идти я даже не понимаю так, видит аверс стиджет танки либераторы раскладываются викинги атакуют холбаты танкуют танки вообще крошат зелки конечно дошли да варп гигантский будет с призмы но по-моему аверс неплохо дерется здесь а не развалился смотрите эндлес аверса пробил ничего себе ну тут так хоть можно и проиграть тогда ваня эндлес будет матч далее этот эндлес неплохой смотрите был играть 14 гейтам еще здесь можно и пойти аверса в лоб убить если сейчас спрос будет стоять это будет вот самой большой ошибкой на самом деле так 81 пробку добыча хорошая не эксус 5 не делает зато доварка плотная такие идут прям 175-103 да нет это 1-0 стопроцентная потому что даже здесь планетарка навряд ли выдержит если аверсу дать пару минут хотя бы то может что-то и получится идет эндлес вперед даже хуже чем у аверса сейчас будет через несколько секунд но можно отковыряться здесь на трех базах планетарку повычинивать попытаться и так что аверса делает либераторов бы сюда парочку не мешало привезти так сканет еще раз аверс видит где там эндлес находится до ревератора приведи вот сюда вот на четвертую за минеральной линией вот здесь его раскладываешь в эту сторону просто бузелков он крошил там когда они будут прыгать на здание и вообще нормально будет 103-4 180 сейчас третья атака будет здесь уже так вторгипи пошли пятую базу как не брал так и не берет эта ошибка все мейн кончился часть и вторая то есть сейчас упадет очень сильно добыча у эндлеса этого все время на мейне призма тут масту редкий и ццфу надо достроить просто аверсу и золото занять здесь он даже предварительно рабочих увел отдал то есть а газ выкачивает который может эндлес понял что можно убивать ццфа тут не вычинешь конечно что-то будет правильное решение от аверса от такой толпы не вычинешь ццфу заметит ли аверскайреров это важно очень или что тут будет темп я не знаю что там будет эндлес строить сейчас эээ ээ вот это отвел вот они все были архон сплэшем за удар походу убил я даже не понял ребят пилите клип если вы увидите потому что это нужно запечатлеть я вообще не понял я думал что там за рабочие стоят эта цифра то только что не было архон джиг в стэк короче и сразу минус всех сделал вместе с делками походу 17 у него или как это произошло вот у этого архона 17 юнитов убит походу это он был так здесь автотурелями ревены летают напрягают 11 пробок минус 46 28 да по 4 темп это делается здесь золото у эндлеса готов камни не пробил а зря тут сейчас может печально быть у аверса первый батлкрузер готов камни пробивать выходит на золото еще есть шансы на победу безусловно скан на мейн ну ревены кстати контрят темпистов и викинги а ведь они есть у аверса и либераторы у него есть и золото он занимает сейчас активно камни пробито золото эндлеса если аверс 200 выйдет нормально все будет сейчас 3-1 грэйды надо на воздух делать атаку что аверс правильно и делает сейчас здесь грэйды просто не делает вообще это которое развían во Так, заезд Гелику, смотрите, на второй пошел. А чё Аверс на золото перемещается? Ох, хорошо жарят-то как, а? В линию 13 рабочих минус! 17! А чё ся Аверс жарил здесь просто? Два гелиона, двадцать одну пробку забирает, вот тебе Энлис. Так, с Призма минус. Спасибо, Бэтблэйд, ты был первым. Здорово, Дим, ты немножечко не успел. Я всегда первый клип беру. Заметьте, для Аверскайра работаю важным. Вот это? Ответ на огонь! Смотрите, это сейчас контакт. Какое б название придумать? Поперли карреры уже. А карреры это плохо, конечно, для Аверса. Потому что темпистов можно викингами на оклике контрить. А вот карреров уже гораздо тяжелее контрить на оклике. Хотя, посмотрите, сколько у Аверса воздуха много. Это хорошая для него ситуация. Чё он ходит-то? Туда сюда кого пошел-то, ё-моё? Баттлкрузер даже один есть, но он такой, без Ямата даже. Чисто потанчить. Аверс идёт вперёд. Отдаляю сейчас по максимуму дистанцию. Штармы попёрли. Ё-моё, штармов-то сколько по викингам, Рэвены! Рэвены под ударом. Здесь много имморталов, кажется. Аверс ещё танки не засиджил. А почему Аверс танки-то не засиджил? У Рэвенов есть ещё энергия. Рэвенами это помоги викингам. Баттлкрузер телепортируется. Это минус Аверс всё-таки. Похоже. Хотя Тора и танк сражаются. Чё танки-то без Сиджи дерут? Саверс хоть сегодня странные игру демонстрирует. Танки без Сиджа и всё. По-моему, надо было засиджить их. Так, прыгаю. Так. Продолжение следует... Так, а что там с верхней части сетки происходит? Давайте глянем. Авокадо Крузер 1,4. Арт Пингвин 1,4. Пока они играют. Я думаю, пока мы смотрим здесь 1,4. Арсендлесс. Возможно, сейчас начнет камбечить. По крайней мере, на это надеюсь. Хотелось бы увидеть в финале нашего игрока. Точно для этого Аверс. С Милкой должен биться. Продолжение следует... Да, давайте Шедоу Марина возьмем клип. У тебя, да, я здесь что-то смотрю, я думал, качество там поменять можно было. Смотрите, сейчас перевыложу клип. Вторая карта. Аверс какой-то прокси уже монстр ящит там. Это прокси. Гварак, видимо. Я думал, там качество меняется. А теперь я понимаю, что на самом деле нет. То есть получается, на каком качестве вы смотрите, делаете клип такой, он и остается. Странная такая тема, но, видимо, так удобнее было сделать. Вот, ребят, всем здорово. Аверс против Фэндлеса. Бьется, пока 0-1 проигрывает. Победитель Вани ждет полуфинал или Гоуф ОСК. Мы смотрим. Сегодня все топы на ВЦС, поэтому есть шанс затащить Гоуф ОСК у пацанов. А вы помните про поддержку. Подписывайтесь на время, отключайте адлоги, поддерживайте меня и мой канал. По реквизиту писания через сплеер, я рекламу периодически пилю. Улучшение командного центра завершено. С нее копье покапает мне, естественно. Так. Реактор на бараке и на факте. То есть это Аверс Флоп прям собрался убивать? Видимо, да. Интересно, это два циклона будет? Да, это будет два циклона. Барак откуда полетел? Дэндлесный МЛ ТОС, я думаю, что он ДМЛ ТОС. У него аккаунт такой еще какой-нибудь есть, секретный. Скорее всего, у него есть чувак какой-нибудь. Так, барак от Аверса прилетает. А, Аверс хочет подсветить рампу. Два циклона приезжают сейчас. Надо посадить барак и тупо помарику здесь добавлять. Просто в этом направлении. И все. Аверс встал на рампе. Да, отведи ты барак чуть назад. Блин, а он там уверчаж пилится так далеко. Кстати, еще 50 энергии есть. Но сейчас 4 уже циклона будет напрягать от Аверса. Не успел поставить почему-то уверчаж тиран. А Прокс, простите, я не понимаю, почему. Аверс выпиливает очередной пилон. Выпиливает Дилка. Выпиливает Сталкерка. Заходит сбоку. Четырьмя циклонами пилон. Тут секунду Аверс просто сбривает и все. Еще один пилон сбривает. Заезжает под гейт. Надо Сталкера фокусить. Аверс на пофиг. Рабочих бьет. Хотя циклоны рабочих тоже очень-очень быстро убивают. Вы видите. Посмотрите, это 1-1. Очень мощный чистый с циклонами. Конечно, очень-очень хорошо пробить. Я прикидываю, как может бомбардировать от этого расклада. Потому что, как они, видите, убивают выспирцу. ГГ, Эндрис пишет. ГГБП, я вам хотел сказать. Хороший чизо-чек от Аверса зашел. Нет, у меня не на максимум. Графика выкручена. Что-то у меня среднее. Что-то... Что-то какие-то другие параметры имеет. Средняя, средняя вещь. Только качество текстур ультра у меня. Ну что, сейчас хост создаст. Кто-то будем прыгать. Кто-то будет 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 прыгать. Все, пост готов, за-хо-жу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ГЛХФ, ГЛХФ, ребят. В этот раз Аверс делает что? Прокси-барак? Это прокси-рипер будет, кстати говоря. Эндельс идет в разведку, но... Здесь не будет улына, видимо, как в прошлой игре такого. То есть точку сбора Аверс ставит, то явно рипер добудет. Пошел нектос. Почему кнопка смены региона неактивна? Да визу не дают, как бы. Санкция, че? Хе-хе-хе. Блях, я знаю, че он там, она неактивна. Все там нормально. Должно быть. Так, рипер строится. А здесь только-только достраивается. Ну, кстати, Эндельс ЗЛК заказал. Молодец сейчас. Дома факта у Аверса. Мулы летят. Второй газ пока не делается. Депоха должна сейчас быть заказана еще. Здесь есть Зил, а то здесь есть стенка. Это знаете, что значит? Что... Рубки навряд ли погибли. Куда ты в лес-то, рабочих? Ну, одну забрал Аверс. Молодец. Хоть одну забрал. Он сейчас с Мазерфор выйдет. Надо улететь рипером. Кстати, второй делается. Может, ЗЛК было? Факайтись немножечко. Ну, Аверс не стал запариваться. Летает рипером Аверс. Тут харасит. Сейчас. Два они вместе будут уже летать или нет? Да, будут два вместе летать. Ну, есть адепт. Барак разведывать полетел. Старгейт надо. А, он уже спалил Аверс. Старгейт сразу же. И строится кончик. Так, качает Энглес. Тут минералы активно. Точка сбора. Нет бы поставить сюда. Все, в одну точку. Ну, а что делать? Мазер Шапкор и 50 энергия есть. Поэтому надо, да, быть предельно аккуратным рипером. Чтоб не отдать его. Второй Циклондом уже строится. Еще барак из Старфор делается. На бараке Лаба будет, интересно ли что. Инженерка пилится, кстати говоря. То есть, это под Туретки против Оракула. Ну, что Туреткика может быстрее делать. Потому что сейчас он уже полетит. Ведь Оракул-то вперед. Туретка на второй. Туретка на Мэйне. Оракула вылетает. Барак сел на Мэйне тут. Можно, кстати, Рипера вот построить. Ну, хотя не Рипер. Газа стоит. Марика можно построить. И Туретки очень быстро. Так как строится. Часи Туретка 18 секунд строится. Я даже и не обращал на это внимания. Все. Минеральная линия защищена. Оракул тут навряд ли много нахарасит. Армари пошло дома. На бараке реактор. Марики для перестраховки, видимо, делают. Ну, ДПО. Был бы подсвет, Оракул бы, скорее всего, погиб бы. Но подсвета не было. Надо ДПО куда устраивать Аверсу. Так, а здесь Феникси делают. Что нафига им за Феникси? Боится вот Харасор, что ли? Против Мехота они так себе эффективность будут иметь. Игра приостановлена. Аверс просит паузу. Не знаю, что случилось. Турский слайд. Не знаю, что делаю. Феникси. 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 Продолжение следует... 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 Немало дэмэджа сейчас получил Феникса от Тора, по Арахулу тоже немножко прилетела вообще. Так, четвертая факта уже делается. ЦЦ-ха полетела, ребята. Третья у Аверса. ЦЦ-шечка. Есть третья некая, качается. Газ пока не заказывает. Стэндлес понимает, что камни эти вообще мешают сильно, пробивает камни. Дилла тоже хотел камни побить, рыпался, но потом уже смирился с тем, что его не пускают. Ну что же. Ресурс мечей своих не истощит рано. А то что камни бить лишний раз. Почти пробил. Вот газ добавляет. 57. Опа. А я и не вижу, ребят, не показывается, что здесь две минки прилетели и минус все рабочие просто на мейне. Не жесть, блин. Сейчас на второй базе Аверс дропнет одну, а одну на третью увезет. Все верно абсолютно, честно говоря. Заблочил добычу на двух базах. Просто не знает, как угол минок там пройдет, поэтому... Ой, привел в стэки, бах! 15 рабочих сейчас эта минка выбил. Так, 22 было, 13. Где-то 8 рабочих сейчас минка взорвала просто на третьей. Вот так вот проигрывается. То есть армию просто строят-строят, а игра проигрывается на двух минах просто. Прилетевших. И что теперь делать? Вставание колоссальное. Здесь вторая атака пилится, как бы. Все прекрасно просто у Аверса. Вставание колоссальное. Так, полетели еще мулы. Гелик, Аверс заехал. Еще рабочий пожог. 41 уже рабочий потерян за игру. От призмы туретки есть и викинг сорвался, но не зафокусил призму там Аверс. Короче, это победа, ребят, уже процентов на 90. И Аверс Ваня полуфинал будет. Вот, надо будет просить их меня пару минут подождать. Короче, мне надо будет отойти. Опять Гелик на вторую прорывается. Просто жесть такое. Шатание идет. Ну неужели не запилить? Здесь две потомки есть. Что мешает здесь-то закрыться полностью? Здесь потомку запилил, здесь все, не проехать будет. Мазеркор вообще непонятно, что на мэйне делает. Караса нет, дропов нет, блин. Никаких. Там четвертая цеха перелетает. У Аверса, Фьюжн Корр, это батлкрузеры, походу, будут сейчас добавляться. Медленно, но верно. Медленно, но верно. Батлкрузеры, Ямато, две армори уже работают. Грэды на воздух делаются. Четвертая цеха, я не знаю, что Аверс Медля тоже добить бы пойти. Но, видимо, батлкрузеров хочет подождать в микс сюда. Микс такой прикольный получается. Хелбаты, циклоны, Торы, танки, викинги есть. Медивак даже один есть. Либераторов пару. Еще сейчас два батлкрузера присоединятся вообще. Так, здесь тазисная ловушка. Бробычий крот. Установил даже удивительно здесь прямо. Опять у Аверса проксиста цеха, как в предыдущей игре. Так, первый батлкрузер готов делать. Второй с броней. Сейчас будет с атакой, скоро еще одна броня делается. Все, готов батл. Сколько он строится? 64 секунды батлкрузер строится. Чуть больше минуты. Ну и все, пошел выход. Батлкрузеры, гелики. Все это едет вперед. Сейчас активно. Аверс сканит, видит что здесь. Так, и что здесь происходит? Викинги-то где? Вот они. Куда спели викинги. Пока летели, тут пару гелика. Аверс уже потерял. Отдаляю. По максимуму два батлкрузера все съемат. И можно зарядить куда-нибудь. Не знаю. Куда здесь заряжать? Пархоном там тем же можно зарядить. Танки сиджатся. Циклоны на хг пошли. Талкер подходит сразу минут. Прост бой решил дать. Нееей, дружок. Ямато можно зарядить куда-нибудь. Пошло ямато. Ой, морфлус пошел. Ну, тоже вариант. По пожирным юнитам. Батлы очень жестко этот микс застраховывают. Потому что они как марики танки получат. Сохраняют. Я нужен гг, эндлес пишет. Я верс пишет гг. Так. Так. Сейчас, ребят, я приду быстренько. Погодите меня. Погодите меня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, извините, не буду говорить подробности, где я был, но мне там надо было быть. Продолжение следует... Так, прыгаю в игру. Аверс против Вани у нас сейчас полуфинал будет. Всё, сейчас будем смотреть. Хороший матч будет, ТВЗ, мех, игра. Продолжение следует... Ну что же... Ну что же... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Против процесса... До этого против Розуна... Увел его 2.0... Продолжение следует... 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 Ну ничего тут Аверсрипером не убил Ребят, Ваня Нормально пока обороняется Ну там гелики пошли, цеха морфится И Старпор делает Кстати, одного Марика на секс Случай, аж делается ли овервоз, или это шпио гонять Снизу первый криптумор От Ваня пошел Ваня прекрасно понимает, чего нужно ожидать Что Аверс Мех играет Я думаю, он знает прекрасно Нужно подстроиться Под это каким-то образом Делать все То есть Аверс или Ваня у нас будет В финале, это уже очень хорошо Не знаю, кто лучше, кто сильнее Но кто выиграет, тот и сильнее По другой части сетки Полуфинал сейчас я обновлю Посмотрю, кто там Пингвин у Беларта Пингвин с авокадо Ну пингвин, насколько я помню, зерк Не, насколько я помню, он точно зерк Вот, ну я думаю, у Ваня умеет играть за ВЗ Это стопудово, он тем более агрессивно Так иногда сыграть любит Вот, Аверс тоже за ВЗ умеет играть Кому проще будет пингвин одолеть, я не знаю Но надо его выбивать Хотя еще авокадо он не выиграл Пингвин, нужно еще авокадо победить А авокадо, если мне память не изменяет, он проц Он проц Ну-ка, мне кажется, на пинге зерку проще всего как раз против проц сыграть Хотя тоже там и штормы, и все дела Но проц еще надо до этого дожить-ка его, да? Вот, а вот против тирана зерым ЗВЗ бейлингами контролить на пинге Если там 300 у корейцев тяжело Ой, две минки от Аверса полетают Девять дронов минус Что же ты делаешь-то, Ваня? Как же так криво Рабочих-то законтролил Туда-сюда что-то дергал В итоге бабах, очень серьезный, прилетел И парабан сразу проседает Девятнадцать дронченских Либератор прилетел на второй, еще два дрона Минус сорок семь, сорок девять, сорок два Да, только что призма, только что медивак погиб Да, погиб медивак Здесь опять либератор Харасит пять дронов в общей сложности он убил Суммарно 14 рабочих подрезал Аверс уже в этой игре Но потратил на это ресурсов больше Но экономику зерго сдержать это важно на самом деле Но так как Ваня против меха играет То есть я думаю он прекрасно понимает, что нагнать он сможет Ай, опа, на, посмотрите, что здесь делается Погодите, гидророущие вайперы что ли от Вани ранние Или что это за стиль такой Я честно говоря не знаю Но здесь я знаю, что гелик и четыре штуки заезжает И они сейчас могут расхарасить третью базу Минка сейчас за секунду погибнет И сразу на геликов надо лингами роузами накидывать Ваня рипера окружил Молодец, Ваня, но я это пропустил в этот момент Так, готов Готов инфестейшн Будет хас-то делаться или нет? Или для чего инфестейшн, Ваня? А, или с фарм хастей это что ли? Да, возможно это с фарм хастей Аверс сканет и видит инфестейш прекрасно В это время авто турецками продолжает харасить Аверс еще С фарм хастов я чуть не наблюдаю Четвертая только-только пошла база У Аверса пока только хелбаты есть Но факторки две уже Четвертая делается Форами собрал с Аверс лететь в Харасе Ничего себе Тут Ваня видит, что два чемодана к нему пролетело На медиваках Цитихата вот эту в легкую отменить может Ну что у Вани есть? Один с роучем Не, ну один с роучем и можно Пока не на мэйди почему-то ставят От Ревена, видимо Он еще сейчас четвертую отменит Аверс буквально Да не сказал А зачем он? Так, зачем ты переключил атаку подушную? Хотя стреляет по хате Дрон минусы Четвертая отменена Вижу четыре слампоста Еще восемь делаются Так, нет Фон для российских игроков И... Кстати, Ваня-то нормально уже сегодня Значит, на стрик с фонда сколько Раз, два Так, триста, триста, триста Уже девять соток Ваня нормально за под стрик Ну а еще приятное дополнение Так, здесь с вармхостов на центре Аверс Кстати, вот дропы туров Хорошо с вармхостов контрят вообще Два-два грейды делаются Но роучем скорость забывает Почему-то Ваня заказать Почему я не понимаю Здесь гелиги заезжают Не успевают сблощить А сблощить Ваня здесь Вот, но... Так, рабочих посплетил Уже шесть погибло С вармхосты тем временем приходят Что лукс уже сюда прыгают Надо депухи шатать Допают суторы Ваня, падай! Падают с вармхосты Геликов несколько забирает Дубату забирает Депуху забирает Стосемьдесят пять Стосемьдесят восемь Стосемьдесят восемь Стосемьдесят восемь Стосемьдесят восемь по лимиту Вообще Ваши войска Атакованы Дадим им кару Полный вперед Двадцать шесть вармхостов У Ваня еще пять делается Ваня в демагу решил поиграть, что ли? Я помню, у Аверса Пригорал, у демаги 30 вармхостов Надо роучами прикрывать Куда они сразу же локусты упали? Ё-моё, как вот Частью локустов надо всегда на муви лететь Потому что если вот так убого, как Ваня сейчас их пускать Они крайне неэффективно размениваться будут Но их столько много, что они все равно хулбатов умудряются выбивать Есть банша одна здесь у Ваня, между прочим Так, Тора пытается принимать подходящих локустов Еще сюда С вармхостов Одного Тора у Аверс не сконтролил Еще 158-104 У Аверс третья атака здесь 2-2 Грейды, наверное, нужна гидра Ваня перебарщивает Сейчас 30 с вармхостов Ну зачем вот этот бред-то делать? Ну проиграет, если сам виноват 33 есть и 4 делать 37 Куда их столько-то? По 3 боевого лимита, да, они? Или по сколько они сейчас? Я вот что-то не помню сейчас Или даже по 4 они, по-моему По-моему, по 3 Ну мне скажут Сейчас подскажете Их что-то увеличили когда-то Так, Баншу подрезал последним ударом Ведь она могла стрелять и стрелять сейчас Е-мое, кто-то прилетает У Аверса вот У Аверса три старпорта По 3 Банше делаются Заказывает пропеллеры ему Усиленные винты несущие Нужно заказывать Так, колбата на третий Колбата на второй Королеву пожгли 49 дронов у Вани Он сланфосток тут 39 Ваник, и че вы? Ну это перебор Ваник какую-то хрень играет То есть им нужно прикрыть Из гидры, во-первых С вам хостом ее нет Сейчас Банши могут зашатать Усиленные несущие винты пошли Они очень долго делаются Этот апгрейд долго делается Очень Ваня ли... Аверс летит вперед Сейчас надо просто сделать Аверсу 3, 6, 9 Там штук 9-12 Банши Просто их не законтрить будет Просто никак Тем более грейды воздушные Уже пошли Гидру че-то Вань не делает Зря он это не делает Бегеть там локус Как саранчи, блин Ну это и есть саранча Кстати, локус-то много Но убивали че-то в этот раз Здесь халбата Хату чуть не... Или сожгут даже Не, не должны Сжечь Банши в центре Шатают Ну 120 лимит Аверса Осталось 4-й Сеха не готова А, вот готова 4-я в руку 5-я там строится Не понял, Пашкентру Что ты говоришь Это и есть же ТВЗ И это же и есть же полуфинал 45 смарфхастов Блин, Ваня Вообще Ваня угорает Просто Они даже Им места-то мало То есть Они жирные И им места не занять Нормально позицию Грейд на атаку Сделал Банши 6-7 штук Все, несущие Винты 10 секунд За них Королев Там Аверс шатает Улетает Ваншамин Здесь Крив пробивает Аверс Все, несущие Винты Готовы Надо теперь Летать Ловить Короче Свархастов 8 больших Есть 156 124 Свархасты С другого направления С кого-то заходят Там Пошел Лучевскан Место того, чтобы Ловить Свархастов Аверс Летает 3 И побивает Ну, начинай Ну, что это за бред Так Здесь Свархасты Под геликов Полезли Лопусты Криво Здесь Дропнулись Вот эту группу Надо полностью Забирать Вот этим количеством Ваншей Хорошим Даже не надо Попустить Пропу на холде Ну, надо контролить Хорошо Блин Чтоб не уходили Они Здесь Опять Лопусты Здесь Планетарка Есть 163 377 Уже И все еще Свархастов Делает У Ваня Это робот Какой-то Читили Я не понимаю Разработка Чубайса Из Из этого Из Сколкова Не доработали Деньги своровали И Ване Заложили В программу Только Свархастов Делать Почему Гидры Не добавить Поменьше Свархастов Ролочи Гидру Ходи Пуляй Зачем 45 Штук Делать Не пойму Я просто Не знаю Короче Ну Аверс 1 0 Грибов Объелся Возможно Да Ладно Ваня Обидится Еще На самом деле Я просто Не понял Почему Так Он Отыграл Сейчас Не обижайся Ваня Все нормально Надо трениться Чтоб Так Не было Все нормально Субтитры сделал DimaTorzok 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 нидус Ваня сейчас. Рипер окажется сгрыз, он там в центре, да. У Аверса Банша инвест, но правда нет сопла и Банша не строится. Так, гелики приняли собак, 4 гелика есть, армора не будет, что не будет. Кстати тайминг нидуса просто крутейший, потому что сейчас кросс роуч туда сядут, тайминг, королевы туда сядут и... Так, летит медивак с двуменками и просто нидус нам инспилится, армор и уж точно не успеет доделаться, оверсир может. А, оверсир здесь есть, но минки кстати к Аверсу прилетят, сейчас и заблощат Ваня добычу нам и на оскорку ставить. Ваня вообще не сплетит рабочих встречающих. Два, так, четыре и пять, девять дронов, минус в этой ситуации критично может быть для Вани потери. Вылезай от ручек, где же королева-то вообще? Поперли и королеву, надо Баншу укусить, оверсир есть. А где еще-то королева? Так, наконец-то все садится выходит сюда. Колбаты армори успела заделаться, а с колбатами ведь можно и отбиться здесь будет. Аверсу. Баншу лучше законтролить, потому что она дэмэджа много вносит, но Баншу в итоге Ваня скупится, плюс еще королева. Аверс сливает, что-то у Аверса маленечко, по-моему, здесь припекло от этого билда, Ваня. Ждем третью карту. Минус бих неправильного и кап의 уни découvrir. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дивак сгрутился и полетел вперёд Дивак сгрутился и полетел вперёд Так, сармори попёрло у Аверса У Аверса, простите То есть это будут и Банши, и Хелбаты В перспективе это будут Гелики залетают, на мэне есть чем встретить Похоже, что Ваня не ждёт особо Тут геликов на мэне Вот они заезжают четвером Но Аверс, блин, по одному дрону умудряется Два залпа дать Обычно, ну, так В линию получают Здесь же по одному умудрился Аверс пульнуть И зато 4 гелика и спас 3-5 рабочих всё убил Здесь много собак пытался с Ваня забежать Но... В итоге толку нет никакого Короче, сейчас и Хелбаты поедут С Баншой вперёд И на мейн Хелбаты можно разгружить вообще Привет, Руфри Анимер Это ты косяк, конечно, полгода не заходил Так ведь можно, ну... То есть на стриме-то В моём лохов нет, как бы То есть можно так и лохом стать То есть если тебя нет, ну, как бы в моём стриме сам понимаешь Тут... Логика тут простая, короче Вот Так, чё тут Банша слилась? Нет, Риппер погиб Он давно уже, здесь Банша напрягала Поэтому не слилась Сейчас гелики на мейн залетят Уже вычиненные они Плюс Хелбаты на третью Хелбаты на мейн Хелбаты везде, чёрт побери Синего пламени, правда, нету У Аверса Но и без синего Они тут нормально, на самом деле, заходят Дробщик прямо в минеральную линию Пошёл здесь От Аверса Хелбаты трансформируются Так, два гелика жгут И два хелбата жгут Ваня вообще медленно реагирует По-моему, гелионами можно было гораздо больше, чем хелбатами сжечь На третий врыв Под споркой теряет Ваня Баншу Зачем-то, не поводом, зачем её потерял Ну и прилетела вторая Напрягает Рабочих 13 прогорело Аверс Баншу, прости, потерял Если Ваня сказал крыша, это ошибка Ну, у Вани много здесь юнитов достаточно Так, инвиз-то Баншет Инвиз Аверс не врубает Баншу теряет Но третью хату выпилил Это в любом случае для Аверса Размен супер крутой Потому что, ну, тут Ваня уже не вытащить такую игру Здесь всё сверх печально Спорки падают ещё тут на мэне Так, две амуталиска делаются Тут Роучи вперёд пошли Ну, если Аверс отбивается Так у него вообще всё царски здесь Либератор полетел Ну, кстати, много летит Идёт сюда Роучи А танк ещё только через 10 секунд будет готов Надо бы как-то их отвлечь было бы А Роучи скорость Была бы у них скорость Вообще бы хорошо была Ну, кстати, Либераторов нет Этих Реваджеров нет Уже Либератор зарешал в итоге И танки выходят первые Так, ещё Роучи всё новое и новое подходят 18 плюс 4 муталя Кстати, муталит и контрят здесь Получается Туреток нет Инженерки нет Тора нет Один Викинг Один Либератор Ну, 4 мала муталиска Правда, надо больше Надо штучек 6-7 Да, вообще хорошо Ну, зато Либератор Аверс на мэни отдаёт Смотрите-ка У Вани лимит 71 на 35 боевого Начинает танчики выбивать Ё-моё, сейчас ещё фаербулы пойдут А ведь Аверс-то сейчас развалится походу Ё-моё, РСТ Тор делается Танчиков нет А отбиться здесь просто нечем физически Викинги падают Всё падает Ваня побеждает Аверса просто дичь вообще После такого начала, ребята Ваня приходит И Аверс не готов просто к муталискам И вот к этой связке он не готов абсолютно Хотя ещё, может быть, рано его поранют Встать на лимит 74.11 Боевой Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Аверсгрид обожает такие игры. Это стопу долго, если он решил отписать. Так и есть. Офигеть. Ваня в финале. Go4SK против Авокадо будет биться. Авокадо, по-моему, проц. Что я там проглядел? Что там Ваня наубивал? Я что-то не обратил внимание, что там Ваня наубивал. Я, что там Ваня наубивал, короче. Это не суть вопроса. Ваня наубивал. 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 Так, ну что, ребят Участник из России Ваня В финале каким-то образом Аверса умудрился он катнуть Хотя Аверса считал фаворитом Но Аверс первую к 2-1 Ваня и выиграл Соответственно, Аверса первого макро проиграл Вообще фламешку Потом Нидусом убил и вторую карту Контр-врывом убил Способен ли он выиграть авокадо Я не знаю, но я надеюсь, что да Потому что нужен нам победитель Из СНГ Вообще, ребята, было бы замечательно Вот, и ждем начало Игры, а вы помните Надо отблоки отключать Подписываться на премиум Можете поддержать меня и мой канал, естественно Желание есть и поболеть за наших игроков В финале В финале за нашего игрока Игры-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-п Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, рекламу еще раз пилю, ребят Ну что, черкают там, Ваня? Наверное, да, черкают сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Так, Ваня играет Ваня играет А если выигрываешь хотя бы 250 евро, то у тебя страница Это будет на Ликвипедии Это от призового зависело? Никогда бы не подумал Что это как-то от призового зависело Оказывается Пока здесь идет, все надо за интернет заплатить А то мне уже напоминал недавно, что надо заплатить Я как раз на карте оставил там немножечко денег, чтобы за это сделать Субтитры сделал DimaTorzok Так, пошел инвайт от Ваня, отлично Отлично Пополнил инвайт, все Ну что, авокадо против... А, авокадо тиран у нас оказывается Ничего себе Я думал, авокадо у нас просто почему-то Либо Зерка, а авокадо тираном оказался То я отдаю ТВЗ у нас оказывается Финал-то Зеркал-то Зеркал-то Легра А я не percentage Легра 혔 Так, ну что же, 17-я хата Газпула у Вани, видимо, будет. Так, ну что же, а здесь у нас получается Газбарак, Рипер, ЦЦшечка Факту, сейчас второй Газпула, вторая Депопа будет заказана. Он сначала Депопу, что ли, пошел ставить, чуть не понял. Да, похоже, Депопу сначала, а второй Газпула, или третья ЦЦшка ранее будет. Без понятия, не знаю, Газпула, а вот после Депопула, обычно Газ Депопула строят, не знаю. Проверил Рипером, нет ли собаки, нигде не бегают по картам, не забегают ли куда-то там Ваня. Так, одним лингом Ваня побежал что-то проверить, Прукси, но остальные все дома стоят. Тиран летает, тут Рипером все ищет вообще. Третью Хатку Ваня ставит. Ну, Авокадо не будет, Авокадо, я думаю, что не мех-тиран, поэтому будет милишный стиль Валя. Валя, не Валя, Ваня будет, скорее всего, здесь играть. Ну, я в этом тоже не уверен сейчас. Ну и сколько у кого ММР, я тоже не знаю, наверняка есть эксперты, которые в курсе, как бы, кто здесь по ММРу, например, повалит. Могут сказать, у Вани значок, кстати. Машинка, инфестор, машинку поймал, типа, как в этом мультике. Так, ну Рипера Ваня поймал, молодец. Ох, ничего себе, скины у него такие, Авокадо. Викинг строится, как этот. Из Звездных Войн корабль. Не делается инвиз. Так, третий казино, название, считай, стрима, сразу понятно, что станет. Два эволюшена у Вани делаются. Да, то есть, милишный стиль будет. Королева добавляется, инъекцию будет кидать. Да, может, инъекцию, не знаю, будет ли Крип на Мэне запиливать. Ну, по крайней мере, к третий, к второму, и вперед Крип уже посылает Ваня. И я вижу, что от собачек забегание будет сейчас от Вани, возможно. Если... Да, приезжает тиран геликами, а Ваня забегать собрался. Будет, нет? Врык-то. Тут тоже четыре гелика уже, и не ворваться, и стеф оставить. Мне кажется, еще одно. Так, одного гелиончика Вань сразу же окружает и убегает собаками своими. Забегая не удалось. Немножечко вот не по таймингу забежал, в другую бы секунду. Ай, как жгут авокадо гелиона здесь жестко. Нет, здесь все-таки био пошло. Это не мех. Реактор добавляется. Викинг летает, все здесь прочесывает. Уже сбил одного там овера он. Это необычный викинг. Прямо непонятно. Я не понимаю. Единственное, Близзардов, которые на самых главных турнирах, скины как бы, ну, типа запрещены сделали. Но как тогда и прекламить, пока его не получается. Так, Депоку сгрызает Вань. Здесь КСМ-ка блочила проход. Но в итоге все-таки Вань зашел. В это время очень большое количество гелионов. Прилетает Шатай. Это авокадо на мэне. Еще Баншой 5 рабочих убивать. Карту создали. Так, 42-40. Воробещему Вань восстанавливает. 6 Криптуморов вперед, папе. Здесь Депуха еще одна, но, кстати, ее вычинить-то тяжело будет. Гелики Банши возвращаются. Гелики тоже есть. Короче, в итоге вы видите. 10 КСМ-ка в Вань из крыс авокадо в этой игре уже. Так, спорку у Вани в лощадь добычу самому. Вот как так? Ну, невнимательность очень сильная, на самом деле. Здесь хорошо дрончик экспорт. Молодец. Геликов убил. Увидел, что авокадо не контролит. И этим же дроном дальше поехал вообще. Гелики. Так, ну, четвертое золото Пытается отменить авокадо Отмень это авокадо золото У Вани право 2-2 раньше То есть по грейдам он в плюсе, по рабочим чуть больше Здесь надо четвертую ставить Где-то-то надо четвертую Вани ставить Чуть-то не спешит он это делать Здесь уже дропчики первые полетели Марик один не успел сесть в медиваки Тоже тут что-то на муми сливается Так, на аминке Вань прибегает Ай, по марикам как залепила минка Это хорош, Ваня, смотрите как сейчас Видели, марики простимились Их убило сейчас, прикольный момент На самом деле можно и клепачок даже пильнуть Пусть там не гигантское количество мариков Но микромомент такой То есть стим, марики без щитов Простимленные от слэша минки погибают Вот, Ваня, ты что не видишь, что здесь Ё-моё, здесь 10 мариков Ну да, 10 мариков без щитов И Ваня боится собаками их убить Что он делает вообще? Зад-вперед под мариками, давай побегаем Ваня, похоже, не Ваня, похоже, нервничает сильно Есть информация про скины на гудгейме Читайте, а не меня спрашивайте В новостях Так, минус овер Заказал броню в арморе техники В 2-2, почему не заказывает авокадо Вот вместо того, чтобы этими собаками Сгрызть мариков и вообще унизить тирана Ваня, блядь, просто как Назад за чем-то побежал Забоялся, короче И в итоге слил всю эту ситуацию У авокадо в итоге все в порядке Он прессовать Ваня, кстати, 48.7 по боевому лимиту Но единственное, что у Вани в плюс Так это 2-2 грейда Кстати, у авокадо здесь, я вам скажу Не так уж и много Нет, био-то нормально Но здесь разнообразие не дико большое Здесь у нас чисто марики и пару минок Которые все взрываются одной минкой Просто бейлинги Минка взорвала всех бейлингов Вани Ваня сгрыз Там авокадо будет нереальное количество рабочих На третью надо перевести Ваню уже своих рабочих Бейлингов новых доделать Там ультралис кеверн Дома вообще много чего дома делается У авокадо только марики Грэды 2-2 в 1-1 Авокадо 2-2 даже не делает Вообще Первый ультрал с панцирем уникальным Ну, прирост ресурсов У Вани просто гигантский У него с авокадо Ему надо боевой лимит отстраивать Пытаться Как можно больше бейлингов Надо Ване делать Сейчас стараться Королеву в трансфюз До хрена Кстати, хп не было Надо трансфюзить Чем тут 2 дрона Ваня берет Не знаю, зачем он берет Бейлингов сагрил авокадо Куда же ты Ване бейлингов-то своих льешь 3 ультралиска уже заказано Хата 4-я Не восстанавливается пока Авокадо пытается усплититься Ваня в собак голову ведет Зачем ты собак-то ведешь Бейлингов нечем прикрыть будет Собаки нужны Именно, чтобы Сплит от авокадо Неплохой Первый ультрал выходит Он без панциря Сейчас авокадо Ваня убьет Короче, как можно было Такую карту просрать Ультрал-то без панциря Ультрал-то без панциря Ваня Не сри его Без панциря ультралов здесь Ё-моё Панциря не 4 строится Даже если вот эту базу Ваня потеряет У него шансы еще есть Небольшие здесь на победу Ультрал пытается свалить Здесь есть ультралиски в закат Именно на этой базе Нет, не вижу Больше 10 секунд Чудо панциря Надо обязательно дождаться Нужны ресурсы Чтобы хату заказать Дичь какая-то Вообще не игра Спасибо, Максис Закликте Ну, 3-2 ультралов 1-1 Мариков Ребят, даже с двух баз Обязаны зарешать Просто обязаны Они зарешать Тем более Третья броня Через несколько секунд Будет уже Так, все Ультра пошла в атаку Панцирь есть Уникальный Ультры тут просто Нереальное Какие-то количество Правда, нет Тут сэсэхер Нет, хата Простите, у Вани Минка по ультралам Бьет Но они с тремя Просто броньками У Мариков 7 демеджа У ультралиска 6 брони Да, получается Да, 7 А здесь 6 А нет, 7 То есть они даже Единицу Не каждый удар наносят Да, Максис Вижу Крип добавлю По-позже Контакт Так же ультралы Покрашили Здесь 126 За фокусом Ваня Сейчас Опять Либератор Перераскладывается Надо вывести Ультралиска Из-под удара Отсюда Они еле живые Все Ну надо Так Так В самом деле Боевой Лимит У тирана Неплохой Есть Есть Мулы А у Вани Нету Третьей базы Блин До сих пор Вот сейчас Он только восстановит Вот Ваня Наконец-то Додумался Что крит на мэй Не поможет Блин Отбиваться И быстрее Передвигаться Туда-сюда Неужели Блин Девять Ультралисков У Вани Говорю Которых Не убить Десять юнитов Просто Шестнадцать Четыре Восемь Восемь Так Ну один Шестнадцать Накрошил Просто рыл Самый такой Мощнейший Ультралиск Королев Тут Убийство Есть Потери Кстати Потери у тирана Больше чем у Вани Ну тут просто Ультимативной Игры Д3-2 Против Тирановских 1-1 Билось Смешно Вообще Если бы не грейды Конечно Тиран бы нормально С такими грейдами Нет Тиран себя чувствует Как-то не очень нормально Вообще Ультралиски Выходит Вперед Так Либераторов Ваня Зашатал Королевами Ультра Погнала Био Сейчас Уверсира Нет Нужен Уверсир Так Собаки На третью Забегает Адреналин Кстати Ваня Не сделает Косяк С адреналином Конечно Живущего Разменил Вот здесь Рабочих Сгрыз Всех 150-67 Ждем ГГ Ваня 1-0 Молодец Так Ну что 43-1-0 43-1-0 43-143 Да не Куда Чё Авокадо Хочет Ещё Не понимаю Сделать Здесь У Ваня У Ваня Как кривая Спорка Была Здесь Закопана Так И закопана До сих пор Так Хатву Четвёртую У Ваня Ставит Сейчас Авокадо Пытается Ваню Покатись Пошатать Оба В соплайблоке Давным-давно Находятся Так Собаки На рамку Зашли Да да Похуд Жирную Сгрызть Конечно Сейчас Ещё Больше Соплайблок Утира На стане ГГ Пишет Авокадо 1-0 Ваня Вообще Это не Это этот Как там его Тараск Который В первом Старграфте Прибегал К ультралис Там или Бруталис Бруталис Там Такие были В миссии В воле Где за протцев Сражаться Там Они стояли Охраняли И не только В воле Ваня 5 минут Просят Слишком нервно Нервозно Говорит Счувствует Но Я думаю Это нормально Охраняна 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 Так, прошу, чтобы карты сказали. Так, короче, глубоководный риф. Так. Так, поехали, поехали, ребят. Ну что же, Ваня 1-0 на контрзабеганиях, на ультралах. Выехал здесь неплохо очень. Он. Вот, кто-то меня рифоснул. Пацаны, кстати, сейчас. Не разбегайтесь сразу, когда финал закончится. Я вам расскажу, что будет завтра, во-первых. А во-вторых, меня там друг мой из СКО попросил канал его прорекламить маленько в старой, который он сейчас там PUBG стримит. Ну, бас, наверное. Вот. Кому интересно, можете там зайти поугарать. Будете, а потом ссылочку кидану. Что-нибудь предъявить ему, чтобы комментирует там или т.д. и т.д. Ну, бас, бас, бас. Так, ну что, ребята, впервые в истории Ваня или... Или авокадо могут... Кстати, из какого города, Ваня, ребят, кто шарит? Или авокадо могут заработать сотку евро? Или выиграть GoFoSk? Не знаю, может, как бы они уже где-то что-то зарабатывали, но GoFoSk из них никто не выигрывал. Перед игрой говорилось. Ну, и опять же, через рипера авокадо начинает глубоководный риф. 5 часов тиран, 11 часов зерк. В этот раз авокадо зеленый тиран почему-то. Ну, пусть будет зеленый вообще. Так, какими-то войсками зерги против тиранов Био играют. Ну, конечно же, эффективны Беллинги очень против Мариков. Линги-Беллинги, то есть, а там варианты есть разные. Сейчас играют и Гидра Линга-Беллингов, и, ну, через Муталисков играют, чтобы убивать. Караптеры Линга-Беллингов иногда в перспективе. Караптеры в рудов трансформируются с Хайвом там. То есть, Роучи, Реваджера Линга-Беллинги, то есть, играют, бывает так. Бывает, чистых Линга-Беллингов Гулов, Хайв в ультру выходит быстрее. Ну, то есть, сначала Линга-Беллингов, как вы не хотите, там вариантов очень много разных есть. А потом уже Хайв в руды, ультра, там, милишные апгрейды получаются. Есть ранжовые стили против Био в том числе. То есть, Роучи, Реваджера с грейдами в инфесторах, там, в рудов потом. Можно свичнуться в милишные. То есть, вариантов очень много всяких. Ну, против, если Лига невысокая, с Тиран там, знаешь, что не сплитится суперкруто. Как-то, конечно, Линга-Беллинги вообще в царские заходить будут. Кстати, Ваня, смотрю, я сейчас хорошее количество собак-то добавил. Забегание какое-то будет, а здесь даже ничего не закрыто. Так, 24, он продолжает. Майсик, говорит, полусгрызали эти здесь от Вани вообще идёт. Линги заходят. Вот Минка одна есть. Так, увернулся от залпа Минки. Ну, на второй базе рабочих-то грызи, Ваня. Ты что творишь-то, да пофиг, куда рабочих-то попёрли, смотрите. На ХГ рабы попёрли. Ну, Ваня... Ой-ой-ой, дал забежать ещё на Мэнтиран здесь. Геликов надо минуснуть. Геликов минусуют одного Ваня, второго пока нет. Ну, собаки-то кончаются из-за геликов, и марики их выпиливают. Снизу 2, а ещё Линга есть. Ну, 8 рабочих Ваня подгрыз. Это хорошее начало для него. Очень агрессивное начало, и очень неплохо... Так, да похуй сгрызает. Да в рабов ворвись ты сюда, ё-моё. Ну, Ваня, ты что творишь-то? На мимку ворвался. Ещё и с флэшем Гелионом она налепила. Ваня даже в таких моментах везёт вообще. Так, а я вас приветствую, пацаны. Конечно, просьба получать адлок и поддерживать. У меня мой канал, естественно, по реквизиту, пацаны, через плеер. За это всем громаднейшее спасибо вообще. Вот. Кто так делает? Валяем за Ваню. Овер-минус. Москвич, жерк, 16 лет написано. Ну да. Для москвича 100 евро такси. Ну, был бы не москвич, было бы, да. Там, 100 евро. Что сейчас, сколько там курсов-то вообще? Нормальные. Ну, тоже деньги для 16 лет. Ну, и дело я не в деньгах, на самом деле, а в приятных победитель. 167, почти 7 рублей, ничего для Пскова нормально больше. Пол зе пэ, блин. Практически, можно сказать. Ну, правда, там наверняка, я помню, с гол поиска, откуда-то, там, в каких-то турнирах не переводили. А, и СЛ, нет, с ЕМов, с Ланом. Так, что-то там выигрывал. Там процент какой-то, они налог берут. Опять Ваня на лингах агрессивный. Чискука, можно уже улынить-то. Здесь хелбаты пришли, а дома есть бейлинг Несс? Да, так бейлингов зато нету, Ваня. Два делаются. Забегание такое плотненькое. И на мэйне, и на второй. Рабочие падают везде. Собаки гелионов перегрызают. И даже хелбатов они сгрызут. Но из-под либератора надо уйти, Ваня. Хелбата надо сгрызть на второй базе, что Ваня и делает. Рабочих очень много он убивает через либератора. Аккуратнее надо бежать. Дома, бейлингами надо отбить хелбатов, Ваня, срочно. Сплита нету, авокадо. Сплит ужасный, поэтому Ваня быстро хелбатов здесь разобрал. Передроп на мэйн. Так, под спорку подпадает медивак, поэтому падает очень быстро. И, короче, опять же на каких-то слабых экономиках здесь все происходит. Так, 41-26 по рабочему Ваня в плюсе. У него есть броня, у него есть 2 эволюши, но надо продолжать апгрейды делать. КСМ-ки еще бегают до сих пор. А у тиранов здесь какой-то полумех, 3 цехи нет. Вообще, как бы у тирана так все здесь все. Так, на второй либератор. На мэйне либератор тут летает. Ваня с порки перекапывает. Везде успевает, в общем-то, за либератором. Королеву за трансьюзил. Да что еще-то они трансьюзнулим королеву. 51-32, короче, в плюсе, но что-то грейды не делаются дальше. Ну, на второй базе либератор еще один прилетел. Поставляет Ваня королеву. Другую правильно сделал, ни одной не потерял. Ну, надо милишные грейды начинать делать. Ой, а тиранжовые начинать делать. У Вани шпиль пошел. Кстати, тут можно тоже подловить стора, не будет вообще. На мороженку, на яшку. На спиннер, блин, и вейп. Хери вот тут. Ладно, шучу, я надеюсь. У нас Ваня не такой. А какой? Не знаю, какой. Четвертая хата пошла. Инфестейшн пошел. Королева заблудилась, там где-то крип распространяла. Так, три дрона на этом газе. Два пока, где третий? Третий пришел. Сканит, видишь, шпиль. Да, уже рейнжовые грейды пошли. А надеюсь, не будет здесь 45 свармхостов в этой игре также. Но инфестейшн говорит о том, что будут свармхосты, похоже, у Вани. Ну, вот с такой экономикой авокадо можно и голыми свармхостами, по-моему, выпилить вообще. Так, какой-то Ваня, да? Да, это этот Ваня на дреймхак не приехал, ему нельзя, потому что должно быть 16 лет на начало года, на 1 января 17-го. На 1 января 17-го у Вани не было 16 лет, поэтому ему нельзя было участвовать в дреймхаке, соответственно. Так, опять холбаты идут с таклонами. А что, Ваня, 10 бэйнов, 1 собака и 10 королев. Так, 6, простите, бэйнов. Кстати, этого достаточно вполне, чтобы подбиться, я уверен в этом. Так, трансфюзы на хат пошли. Сплетится авокадо. Кладронов-то повел, я не понял. На хер дрона-то в атаке пошли. Муталецкий вэпой, первое, 5 штук, еще 2, сейчас будет 7 в ближайшее время. И королев много здесь потерял Ваня. Выпиливается хата, но здесь есть замена дальней у этой базы, вот она. Это замена, циклоны выпиливаются здесь муталецким плюс королевам. Медилак тоже будет уничтожен. Сука, муталец. 7 и еще 2 строятся, здесь готов вообще туретка есть. Кстати, ресурсы кончаются на мэйне, на 2-ой практически уже кончились. Здесь хату надо восстановить срочно. 67. Так, на дальнюю надо дронов, конечно, перевести и здесь хату поставить. Здесь есть тор уже, и туретки строятся. Тора семью муталецкими не выпилить. Девятью можно было бы Тора выпилить на трех попытках. Так, залетает Ваня. Минус муталецк, 1. Нет, Ваня против иновечно не будет. Юрий, если он реплеи, а потом скинет, может завтра посмотрим, не знаю. 7 сварм хостов делается. Потому что Ваня реплеи были на найти. Вторая атака заказана. Броня вторая доделается. 8 сварм хостов. Ваня уже делает... Как-то так вообще. Так. Каких-то там Ваня выпиливает юнитов. То ли викинга, то ли что. Потерек с тирана больше в этой игре, опять же. Вот сварм хосты приходят. Сейчас минус... Оуу. Сейчас начнется шатание. Не, с такой экономикой, как у тирана сейчас, я боюсь, сварм хостов ему не отбить. Я бы даже не летел на Тора. Хотя танчиков нет, смотрите, колбаток мало. Одного Тора сразу Ваня срезает, колбат одного подрезает. Но остальные их быстро выпиливают здесь. Тиран. Еще и мутка залетает, шатается. Сюда тоже пару, походу, локусов прилетело. Или как туретку-то Ваня убил. Чистому талисками, что ли, он ее убил, не пойму. Опять локусы полетели. Я бы на самом деле Ваня подо... Вместе. Вперед, чтобы... Чтобы эффект лучше был бы. 24 уже сварм хоста у Ваня. Е-мое, сука, он там собирается делать. Летят локусы вперед. И здесь за КД шлить еще. Надо еще локусов гулять. Надо две части-то разделить. Че в куче-то все держать? Опять это дебилизм эти сварм хосты. 40 штук. Что за хрень-то вообще Ваня делает? Неужели, блин, не добавить к ним гидры просто? 2-2 апгрейды, просто добавь роучи гидры. Нафиг, это извращение-то, блин, сварм хосты одни, блин. Без прикрытия что-либо. Так, Тора выпиливает Ваня. Тора одного и одна один танк. Сварм хошу здесь цяли. Королевы пришли сюда, кстати говоря. Авокадо шред, по-моему, кстати говоря, да? Не знаю, сколько ему лет. Может, подскажет на литвипеде, сейчас загуглит. Ваня Москвич. Смотрите, сколько зеленого дерьма от этих сварм хостов, что даже аж карту ребит, блин. Куда? Зачем так карту засирать? Смотрите, сколько зеленого дерьма от этих сварм хостов. Так, почти хайф готов уже. Ой, ребята, у тирана Толемет неуклонно вверх идет. Самое интересное, что здесь происходит. Так, выпуски падают. Опять там несколько юнитов выпилено. Ну, зачем все в... Возьми ты вот сюда половину, отведи с двух сторон, шатай вообще. Конечно, это викинги. Похоже чем-то на Звездные войны корабли. Это просто скин такой на викинг. Так, королевы пришли. Тиран вышел вперед. Просто с лам хостов лопустов развалил. Три атаки, потому что, е-мое. Это не шутка. Опять лопусты все лечат. Ваня не выпускает. Здесь четвертый цех уже планетарка сидит. Куда-нибудь, кроме основного-то направления, можно лопусты запилить? Так, лопусты гуляют. Просто нереально. Танки падают. Все падает. Ваня не дает нормально отступить. 121-200. Не, похоже, все-таки здесь печаль вообще. Хотя бы частью можно вот здесь выпилить блок, я не знаю. Опять все равно низ пытается спуститься. Два викинга Ваня подрезала. Все сюда, вот, проход низкий лети, блядь. Большая часть вообще не долетела. Торы сбили этим. Челлендж? Да, я думаю, Ваня никаких челленджей нет. Да и в 16 лет такой кернёй заниматься, это, ну, я думаю, что лишнее. Так, пробил тиранками. Сейчас спустится, выйдет. Уже вторая броня, сейчас 3-2 грейда будут скоро у тирана, блядь. А Ваня кто с вармхостами здесь своими гуляет? Тиран упорно хочет вперёд выйти. Нет, по 200 накопил. Ну, как ТК и 200 он накопится, вперёд придётся выходить тирану, это очевидно, да? Запас у Вани 3 на 3к, кстати говоря. И строить рост вармхосток в натуре, блядь. Ну, это тоже челлендж, что-то, Ваня? Что он делает? Просто захажитесь, гидрали 120 штук, и всё выпилят, и всё нахуй, короче. Сверху королева, отсюда локусы. Отовсюду локусы, короче, кдешатся. Кладятся, Тора сзади там подбрил. Ваня, пусти их вперёд, на клики уводят вниз. Сейчас, что он делает? Ну, здесь тирана армия расплетилась. Здесь потери будут от допусков стопроцентно. Ну, тиран вперёд. Прям вот он хочет вперёд пойти. 10 муталисов. Что, чтоб на трёх коров они выпилили сейчас? С тремя атаками. Мутис 0 броню. Сейчас только первая бронь-то будет готова. Тем более, здесь ещё и викинги есть, которые затанчат. Танки сиджатся сейчас. 16 лет ГМЛ-клуза. Не просто 16 лет ГМЛ, а 16 лет вот в боку войска. Получается... Может, Ваня выиграет сейчас, или выиграет. Так, 10 есть мутальцев? Плюс 11? Нет, с бронёй там 20 мутальцев. Это уже, да, другое дело вообще. Уже можно драться. Так, мута зачем в контратаку летит, не понял я. Зачем, правда? А, ну Ваня решил в разминку. Пойти дома с вармхастами рано или поздно, подумал, отковыряется. А там муталисками. Мута все больше и больше налетела. Здесь тиран вынужден с бесплатными локусами драться просто. Вот и всё. Три тора вышло сейчас. Ой-ой-ой, тирана, три тора. Нормально они здесь демеджат, а нам муталискам дают. Ваня вместо того, чтобы их добить, куда-то взял, улетел. А, ну на дальнюю базу он полетел. Ну, 287, здесь понятно, что победа уже. Так, пошел Ваня ловить отступающие войска. И ведь можно их выцепить сейчас, да, только... Сначала викингов Ваня решил ловить. Убил викингов. 62 на 193 по лимиту. С варм-ха стоит вперед, сколько их? 44, ё-моё. Ой, тут пацаны зажаты. Все вообще жесть какая просто происходит. Слушай, Ваня, гг. Ты, что, это локада? Короче, дичь полная. Саверсом вот это не вкатило. Вообще, честно говоря... Саверсом вот это не вкатило. 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 Продолжение следует... 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 Потому что уж больно хорошо они зашли сейчас. Так, Ваня Пулл первый сейчас. Ну а я вас всех приветствую, рекламу впилил, она у вас уже давно прошла, когда вы это услышите. Вот, и помните, просто поддерживать надо, подписаться. Надо премиумы поддерживать, приквизит, подписаться не через плеер. Мы продолжаем смотреть финал глухой СК. Финал. Да, опять рипер, а почему бы и нет? В этот раз Ваня с мейна про Пулл делает. Так, с Эболинг Нест Ваня делает. Похоже, он решил. Ай-яй-яй, первый рипер сразу же, минус авокадо. На лингах без муви с рампа, какая ошибка вообще. Как будто у меня красная корона на голове. Как будто красная, а на самом-то деле она золотая. Ладно, шутки. Шутки с шутками, ринги прибегают. Здесь риперы рядом находятся. Ну я не знаю, Беллинг Баст это хорошо, но... Риперы против Беллинг Баст, мне кажется, неплохо работают почему-то. Все, собаки со скоростью. Начинает Ваня попытки уже риперов зажать. Одного еще минус ну. Надо уйти вот с этой стороны, зайти просто и Беллинг Бастнуть. Хотя Ваня предпочитает рабочих сейчас запилить некоторое количество. Или он не будет вообще Беллинг Бастить, я чуть не понимаю. А зачем Беллинг Нест это делал? Есть. Газ есть, кстати говоря. Так, Овер залетает. С другой стороны авокадо вперед попер. Или все-таки не с другой? Нет. Что-то попроверял тут. Беллинг Нест он, кстати, не видел. Ваня, дрон зачем-то в атаку едет, да, Беллин. Оф, хорошо, Ваня, два рипера. Сейчас отжал еще. В этот раз Ваня действует четко. Я, насколько вижу. То есть, с минимальными потерями. А четыре рипера уже в этой карте убил. Это хорошо. Так, зачем Беллинг Нест было бы ставить, я непонятно вообще. Что там происходит-то за война дворов, блин. Так, тиран забоялся что-то очень сильно. Кстати, вот сейчас Беллинг Нест очень сильно может пригодиться. Для чего? Оф, когда здесь будут реакторы, например, построены, их можно за Беллинг бастить будет спокойно. И прирост тирану снизить. Для этого надо собак здесь сныкать просто и все. Будет ли это у Аня делать, я не знаю. Пока он один-один, я вижу, заказывает. Риперы полетели. Собак 34 штуки. Где еще-то собаки, я не понимаю. А вот они в тыл рипером заходят сейчас. Надо ловить. Собаки с разных сторон от Вани приходят. В риперов грызают. Он хорошо тут перегрыз. Смотрите. Очень дофига риперов убивает. Гранатки кончились. Хорошая работа. 66-49 в этот раз. Быстро Ваня подстроился, да, под риперов на второй карте. Да все, Беллинг басти-то иди, е-мое. Что бегает-то, блин, не пойму. Иди, Беллинг басти, здесь нихрена нет. И реакторы депуху можешь взорвать. Все, риперов поймал. Последних уже, по-моему. Две штуки. Зачем всем-то собакам гоняться было там, я не пойму. Сейчас можно убить просто за тирана вообще в хлам. Ну, саплай блок ловил Ваня. Ну, на Беллингов-то не нужен, но саплай. Приходит, начинает. Ну, это вообще дичь. Какие камни-то. Хотя здесь два бункера Ваня видит. Поэтому не Беллинг басти не хочет. Очень правильно, я думаю, при таком раскладе не стоит Беллинг бастить. Здесь две депухи еще добавил. Ну, вот бараки с прироуд сюда, между двумя бараками Беллинга и Роткликнгчик, две пристройки гибнет. Блин. Сразу прирост снижается. Там, 50 на 50 пристройки дорогие убиваешь. Ну, Ваня, в принципе, дроны. Четвертая хата, как бы, по рабочим плюсе будет сейчас. Ну, практически вровень, а у Тирана 30 цехи. То есть, как бы, тоже его так отпускать хз. Несмотря на то, что Рипера провалил Тиран, так вообще, посмотрите, потерям. 17 Риперов отдал на 10 собак. Несмотря на это, у Тирана, как бы, экономика хорошая. Как бы, у него все нормально. И прирост сейчас попрет. Все попрет. У Вани надо побыстрее 2-2 закатить. Но у него только на броню, пока есть ресурсы. На четвертый может газ закатить. По катушке пошли у Вани. По катушке важнее. Это, наверное, на второй атаке сейчас, на данный момент. Здесь на дистанц майнинг. Ваня дронов построил на четвертую хату. На хера продает авокадо. Да, ну и где он выходил? Здесь или через камни? Не, не через камни, судя по всему. Зайти. А, эта база-то ущербная, кстати, тоже, оказывается. Я только сейчас заметил. Почему я раньше не видел, что эта база ущербная, вообще? Вот это, как бы, на четвертую. Да, смотрите, здесь очень минералов-то 6. Почему нету-то, а брать? Тем более, Крип здесь есть, да, почти уже около базы этой. 75-61, 2-2. Ваня делает авокадо, пока не делает 2-2, хотя газа до хрена у него. У авокадо, погодите. Я что-то не понял. А что за скилловой стимпакт у авокадо сейчас делается только-только? Почему он забыл грейд на стим, походу, где у него габа так долго? Нет, вот он сейчас агрессивнейшить не может вообще. То есть, маленькие такие без стима. Тролли, валли, чайник, Ваня. Идут, а... Так, а Ваня что-то стоит, что он... Улетает, даже мародер улетел. Так, мутка от Ваня появляется уже. Типа как не было, так и нет. Даже без стима умудряется мутка. Если сейчас стимпак был, уже бы Ваню убил бы, по-моему, авокадо. Что Ваня делает, не пойму. Бегает туда-сюда, что-то дур... Тупорезит, блин. Смотрите, в этот раз хорошо Ваня словил двойную дробь. Сгрыз все нафиг. 169-60 по лимиту. Здесь хату Ване, правда, отменили. Ну, будет ли он атаковать на тайминге 2-2 сейчас? Вот вопрос открытый. 95 собак у него, между прочим. Вот он на бусте. Тут медивак улетает, но надо догонять собаками-то, ема. Взял, встал что-то, Ваня. Что встал, непонятно. Что бегает зад-вперед? Инфестейшн поздний, хайп. Не хочет атаковать Ваня линга-беллингами. Сейчас щиты доделают. Сейчас 2-2 тут доделается, блин. Уже Тор есть. Так, пробил здесь камни авокадо. А что здесь, если хотите, не открыть было? Зачем камни было пробивать? Продакшн уже 7-8 бараков. Факторка 1. Факторка 2. Короче, ну-то хорошо. Все, авокадо. У Вани еще до ультры-то времени много. Здесь планетарка есть, но можно заморфить, что 20 бэйнов взорвать, например, попытаться. Но у Вани газа не так много, чтобы так делать. Так, идет авокадо сейчас. В спину можно забежать, Ваня сейчас. Авокадо. Ну, надо забегать с собаками-то, е-мое. И что встал-то, я не понимаю. Да вот же зайди сюда, забеги, блин. Ваня, поди. Собак назад. Привел в итоге с одного направления врыв. Здесь великолепная позиция авокадо. Ну, бэйлинга просто нет. А если в спину забежал, просто раскатал бы нахрен ветерана. Сплитит авокадо, кстати, я бы не сказал, что прям вообще круто, но неплохо сплитит. И Ваня разваливается. Тут забегание через F, видимо, Ваня назад привел, короче. Все плохо сразу стало. Хата сейчас погибнет этот. Дальние нераскаченные базы, получается. Природ сюда идет. Похоже, очень на 2-2 все это прям крайне сильно вообще. Неужели Ваня отдаст такой финал, когда 2-0 вел? Вполне возможно, что да. 170 на 100 здесь? Нет, это игра уже за авокадо. Потому что надо, ема, то ли Ваня нерничает, то ли что вот здесь. Что это было? Заводил собак сюда, в итоге с той же стороны и прибежал вообще. Все, Ваня не хватает. ГГ, 2-2, ребята. Так. Кипящая кровь, последняя карта. Напряженная битва получилась. Авокадо через рипера в ключ Куани нашел. Битва! Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал! Твоя ле anda земля. Твоя лея говорит. Актобус. Актобус. Так, поехали. Что-то у нас стало, надо бы свет включить. Зато дождя у нас нет, смотрю. Ну что ж, неплёху, неплёху. Так. Рекламирую стрим моего корешка, блин. Из Пскова тут. Ну, баса. Заходим, учим его играть в PUBG этот. 2-2 у нас, ребята. О, Ваня решил, что тут что-то и пошло не так. И посмотрите, что он сейчас делает. Это Реводжер и Роучи с мейна. Вот это да. А Тиран-то играет без разведки. КСМ-ка и ребят. Оп, тридцатка. Человек зашло. И сразу вышло. Двадцатка осталась. Но он не в Старкрафта играет. Он играет в PUBG, мой кореш. Кореш. Так, ребят. Рипер здесь у оппонента Ваня. Давай Реводжеров сразу морфой. Третьего. Попер третий. Ты что он не делает? Третьего-то не понял. Третий Реводжер должен быть сейчас. Так. Увер готов. Увер полетел. Третий Реводжер пилится. Рипер летит вперед. Надо на рампе его сейчас словить на муве. Хорош. Фу, не разим. Хорош Ваня словил Рипера. Здесь бункер пошел. И, кстати говоря, здесь стиль в два барака. Ой, какой печальный стиль против того, что делает Ваня сейчас этот стиль. Надо бункер успеть убить. Сейчас это крайне важный момент для Вани. Здесь тиран ошибается, что все один бункер делает. Надо заходить быстрее, как можно сюда. Сразу же фаерболить. И сразу же в бункер сбривать пытаться. Бункер, фаерболь. Ёп. Да фаерболь ты, бункер, тупик. Ёма. Блин, Вань, ты че тупо резишь-то Реводжера вперед. В ЛГГ. Сейчас Ваня будет. А че тиран? Да похуй. Да похуй обратно открыл. Вот это тупел уж с двух сторон вообще. Марики не могут до бункера дойти. Первые дошли сейчас до бункера. И Ваня его не пробил в итоге. Но Ваня сам тут. Сейчас если Ваня отдаст эту игру, он сам виноват. Тиран вообще тупил. Просто дичь вообще. Так, овер подвергается удару сейчас бункера. Реводжеры Ваня теряет. Короче, че Ваня делает? Ваня нервничает. Просто жесть вообще сейчас. Ему нужно зайти просто. Убить бункер за... Ну, тут за фаерболить. Вот так вот вокруг. И фокуснуть его. Ну, короче, ГГ. Ваня, он вообще херню делает. Просто ужасное исполнение. Просто ужасное исполнение. К сожалению. Мариков не подрезает. Второй бункер уже готов. Да ну, короче. Что это за исполнение-то такое провальное? Все. Печаль, беда. Ничего не сделаешь. Танк сейчас выйдет. ГГ напишет. Короче, Ваня 2-3 умудрился слить здесь. Я в шоке. Короче, вот здесь все возможности были продавить. Но Ваня взял и просрал эту карту. Пытается зайти через камни в тыл. Камни долго здесь пробивать, ребят. На фаерболить по КДшечке. В компании не фаерболят эти камни по КДшечке. Реводжеров еще делает. Ну, час можно развести, как с блинком. Отсюда-то все ушли. Надо назад сразу прийти сюда. Чтобы хоть так... Так, танчик достает. Там, кстати, надо овера подвести сейчас. Так, а что, Ваня, боится-то? Подведи сюда овером. Так, так, так. И пошел вперед. Танк уходит назад. Роучи все новое-новое вперед приходят. Танчик где-то там в минеральной линии. Уже рано я Ваню, конечно, захоронил здесь. Еще у Вани есть шанс минимальный здесь на победу. Ну, реводжеров сейчас начнет. Так, тиран реводжеров, значит, убивать. Роучи заходит. Дается, в бункер, кстати, ничего нет. Марики-то сливаются здесь. И не слабо сливаются. Реводжеры обходят за минеральную линию. ХСМ-ки падают рабочие. Неужели Ваня выиграет через камни? Я Ваню похоронил, закритиковал. А Ваня тут еще и пытается выиграть. Если танк за фаерболе сейчас у первой, то вообще ГГ стопудово. Так, здесь мул навещает. Танчики на муве поперли. Куда там фаерболы? По марикам проходят. Так, ну реводжеров что-то один остался всего. А где остальные юниты? Тут еще два реводжера заходят. Два танка у тирана здесь есть. Тиран, короче, реводжер одного еще. Разбревает. Мариков много. Танки в сич. Три, четыре, семнадцать. Ноль рабочих у тирана осталось. Ноль. Ну мул есть один. Надо на рабочего наносить сейчас, кстати говоря. У Вани реводжеры все новое и новое. Надо бункеры, надо в лоб здесь зашатать. Что Ваня делает? Ваня опять обходит сбоку. Реводжер в хлам демеджен. Его надо оставить. Вщерегенится сбоку где-то. Так, мариками отгоняет овера. Оооо, Ваня, что ты творишь? Что ты сотворил сейчас? Ваня пройдет. Опять же, вроде как нормально все, но взял и опять насливался. Опять реводжер красный вперед лезет. Вот бункер. В нем один марик. Зайди. Да, в бункер убей за фаерболь. Там ресурсов вообще нет у тирана никаких практически. Так. Барак подбревает. Да барак убей ты, ема. Нужно фаерболить танк. Как же я, бля, перед, ну, здесь вообще переживаю. И как же меня вот это вот просто дрожит вообще то, что сейчас происходит. Просто дрожит это называется. Так, два марика строятся. Танчик сидит. Да что ты бегаешь-то взад-вперед встань ты здесь на халде, блян, еб. Просто дичь какая-то происходит. Еще один реводжер минус. И оверов повел вперед. Все, оверов повел. Сейчас защищай их тогда. Заходит Ваня. Вот танк пошел. Один за фаерболил. С мариками дерись. Дерется с мариками. Минус один танк. Один всего же остается. Барак дожимает, чтоб мариков меньше строилось. Роучи не сливай ты, еб. Куда ты пошел-то? Куда ты пошел? Бля, если... Хорошо, что Ваня не в одном помещении со мной. Это дичь вообще, что творится. Отведи ты реводжеров от танка. Ё-моё. Подходит. Один из рабочих уже остроил. Циклон сейчас будет. Как вот здесь можно так идиотски драться было, блян? Это ж просто жесть вообще. Ваня не понимает вообще, что делает, по-моему. Просто не понимает, что делает. То есть он сейчас не понимает, сколько юнитов. Когда напасть? Что сделать ему тут вообще надо? Так, 4 реводжера. Циклон надо отогнать. Надо зайти. Танк минуснуть просто. И все, что нужно Ване. Заходит Ваня под Мариков. Танк минус них. Уминусует танк. Все, наконец-то танк заминусовался. Циклон заминусовал. Похоже, все-таки Ваня победит даже при этом раскладе. Это вообще... Жесть, ребят. Переживал за Ваню просто. Как за... Как батя просто. Я не знаю, что сказать. Ну, как батя российского Старкрафта. Черт. Ладно. Шучу. Отец русской демократии. Это Адольф у нас. Нынешний. ГГ, ребят. Все-таки дожал Ваня просто. Блин, такая жесть. Ну, Ака-то тоже чушь сделал. Ему еще танков построить надо было. И все. Ничего бы не сделал. Бункер бы восстановить. Сейчас все. ГГ. Ваня 3-2. Это дичь вообще, ребят. Какая-то происходит. Ну, вот. Топ-стар делаю. Без задержки. Сейчас вернусь. Сейчас вернусь.